всем привет мои хорошие все-таки я хочу вызвать из пуха норки джемпер до сих пор чего мне установила не вязалось потому что вот этот пух норки что вы знаете мне кажется надо на выход одеваться куда-то идти до магазин ходить просто так неинтересно вот и она линялась готовая вещь и мне было очень как бы страшно что у чужих людей я не принялась там все посуда мягкий мебель такой я много видео посмотрела сначала как я узнала этого пух норки вы зала шапки вы знаете разные мнения были вязать шить кто-то говорит очень линяет не стоит кто-то говорит не линяет кто-то говорит пройдет кто-то не пройдет я ждала но очень хотела что-то какой-то чем пер красиво вызвать ну как красивый здесь вряд ли я узор буду пустить потому что мне кажется эти пряжи уже красивый узор мне кажется удешевает это сугубо мое мнение как вы думаете скажите вот так как уже я два или уже три сезона 3 3 сезон я ношу эти шапки у меня варежки обещанная шапка там перед есть я заметила что они после несколько стирок еще лучше становится и уже не линяется или линяется так что каждый пряжа может какой-то шерсть оставить вот шапки вообще себе не форму не меняли каждым разом они красивые лучше становится если вы со мной согласны если вы уже пробовали каждая стирка дает еще больше пуха благородная становится и не видно что это уже вношена много раз потому что у меня есть одна шапка который я ношу сугубо каждый день почти еще хочу сказать шапки я вязала на две нитки и очень-очень теплые получились поэтому я здесь две нитки не буду вызвать это точно я видела девочки вяжут и две нитки мне кажется если две нитки чем 1 вызвать это получается пальто не над тем может этот где очень холодно это актуально но у нас как уже зима исчезает на красную книжку идет у нас зима бывает не бывает не бывает и бывает два дня это небольшой мороз поэтому мне не актуально я буду вязать на одну нить взялась целый пять мотков больше это не меньше я знаю что это будет немного ну посмотрим кто-то даже пряжа когда купила это продавщица говорит одна девушка вообще себе платье вязала очень довольно но только говорит она не могла выдерживать это все и распустила вязала на 2 нити на одну нить тоненькая говорит она не не терпела скажем так вот и взяла 5 это много ну много немало как я уже сказала у меня вот такая этикетка я не знаю что почем и я могу вот это вот показать а цвет мне кажется очень благородный здесь цвет камера показывает точно такой же только чуть ярче а в жизни она чуть-чуть как грязный как я люблю как пеленый что ли приглушенный цвет мне очень нравится и хочу переходить на такое чуть-чуть спокойно цвета кто бы говорил уже недавно красный вязала но мне кажется красный черный белый туда не относится скажите это классика гардеробе имеется ввиду поэтому попробую мне кажется цвет благородный узор не знаю вряд ли буду делать на одну нитку прямо еще хочу то видео наверное уже вышло вы знаете что у меня много-много-много уже такие серые палетки есть и я хочу сюда наверно добавить не знаю как вы думаете пишите хотя на вкус и цвет товарищ нет ну вся чем если буду вся делать значит буду делать очень редко мне кажется или элементы честно не знаю как бы как бы вы делали то что прямо поетка поетка делать не будут мне кажется это уже я такое что-то хочу хлопковую вязать наверное чтобы много поеток не знаю короткие рукава хотя бы честно не знаю что-то хочется так вызвать прямо поетка поетка но здесь кое-где хватит и таки пряжа красивая мне кажется хорошо вот наши от колки что вы всегда не спрашивайте вот здесь тут пряжа точно не коли это шапка которые я каждый день нашу естественно когда заходишь я на две нитки вы зал еще резинка там еще и отворот там очень теплая честно говоря получилось получилось и я когда захожу магазин естественно там жарко и мне лоб не чешется не ходит вот это я могу сказать что точно не коли у кого чувствительные не совсем бюджетный ну бывает еще дороже пряжа ну здесь расход мало поэтому если что на люрекс одевать вот эти поэтки мне кажется это будет как у нас в украине говорят занавто будет поэтому я наверное на это буду на 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 одевать вот на эту пряжу и потом крючком вызать как раз и здесь объем будет давать пряжу и сильно два не надо и более прочно будет все равно никогда я вызвала остатки останется мне кажется хватит и я не везде буду делать поэтки пока прогноз такой но что купила и уже хочу вязать и такой благородный цвет это факт а вязать не знаю когда успею я даже пока не совсем жарко можно вызвать даже если не носить ничего страшного зато будет потом здесь знаменитый закет девочки и 1 блин комом чего ну может сама виновата может опыт видите когда начинающие девочки пишут что я хорошо вяжу и лето это это всегда хорошо вязать это время опыт время покажет скажем так то что новые начинаешь и ты нюансы не знаешь сколько в видео не смотрела сколько своими головами не думала да как говорится здесь все как спицами можно делать я вам показала то что у меня на канале есть я делала укороченные ряды здесь сразу скос плеч и горловина все хорошо то же самое я делала здесь как я делала бы спицами здесь горловина не очень глубокая потому что я хотела воротник добавить я даже это сшила и начинала набирала все это тело и начинала делать этот имитация точного рукава то же сами как мы спицами делаем делаем или это дело в этом мне кажется у кого на леске это хорошо маленький крючок на леске потому что когда я это все набирала вот это все набираешь на одну и имитацию делаешь туда обратно под это движение скажем так еще и у меня тост толстый крючок тонкая пряжа она растянется очень хорошо и в итоге дырочки видно ладно еще здесь вот здесь есть один нюанс что одна сторона я шаманила что дырки не было другое вроде вы вяжешь посмотришь вроде бы здесь не надо шаманить одна сторона шаманить много другой нет и в итоге я вызвала хороший кусок рукава надела на себя все хорошо идет форма что я рассчитала сколько чего это все отлично и правильно но извините меня дырочки есть получается одна сторона будет на спине дырки другая на этот на на перед дырки где я скажем так как укороченный ряда делаем до суда пошли а сюда уже одна сторона дырка другие ты я так видела в зеркало что я так носить не буду понимаете конечно ручная вязка это не машинная вязка может этими отличается но не хочется некачественные вещь делать на себя одевать понимаете это не то что показывает что вооружная вязка это показывает что человек который не умеет вязать и это вязала какие-то дырки там какие-то там еще и у меня то ли пряжа такая тоненькая от этого то мы это ли это вязание так это же не спицы то ли вот это этот большой крючок это делает и мне получилось некрасиво дырки а так все убавить прибавить здесь элементарно здесь хорошо вы все тоже можете делать еще туницкая вязкая туницкая вязка я бросать не буду буду изучать буду вызвать на те чего сами вы знаете я крючком верхний один этот и чем пера мало вяжу и мои девочки не любит и я или я так вяжу мне кажется грубовато но здесь не так здесь во первых два раза меньше этот идет пряжа чем обычный крючком если вы когда-нибудь вязали или попробовали вы знаете что здесь очень мало пряжа идет чем крючком обычным крючком и это меру радует а вязкой как получается мне тоже почему то здесь так не показывает вот-вот-вот а плетенка как это тоже мне нравится тем более то что я маленький жакет придумала это тоже мне нравится видите когда солнце или вечером свет включаешь искусственный она сильно плестит а если обычно днем не блестит вот этот люрекс это тоже мне нравится мои хорошие и что вы думаете из-за того что я пару раз питалась и здесь что-то исправить и получилось витянулись эти петельки теперь мне придется до этого распустить вот этот кусок и этот кусок и заново вязать и заново я вам покажу ничего я лучше так делаю чем буду будет ней любимый вещь и зато научусь на этот ничего страшно скажем так я так шаманила это уже вообще никакие вороты смотрите мои хорошие опять я повторяюсь может на не на леске поэтому у меня опыта нет у кого есть опыт скажите я что придумал для себя это на книжке не написано но это ручная работа как хотите так и делайте главное что результат нормально получилось я когда вот набираю да вот эти петельки туда пока обратно это первая петля как раз кромочная который всегда боль у всех наверно в единице очень большой петель получать а потом этот большой петель когда мы набираем здесь еще и там тянем еще больше получается и все дырки получает поэтому я решила вот это первая петля начала вязание кромочные всегда одеваю на эту булавку ну маркер вяжу вяжу когда-то нашла суда и это хватай обязательно это не забываю хватает в итоге у меня кромочная получилось чудо чудесное скажите вот совсем отличается от предыдущей который я свободно спокойно села и вязала писара за несколько часов можно вязать одну плавку вот пока что так делаю а на рукав что буду шаманить посмотрю или вязать шить не знаю шивной тоже круглую получается я не знаю как как бы вы делали чтобы здесь дырки не получились пока время есть если что вы мне советуете я потихонечку буду вязать рукава посмотрю но на счет не тошной а имитация точные рукава как спицами делаешь так и делаешь ровно также работает также ничего нового ничего лишнего только вот эти дырочки пока что как укороченные ряды пока я немецкая не научилась вязать укороченный все-таки кое-где кое-как накидом до раньше делать кстати мне комментарий написали что я слова накидом неправильно говорю девочки как будто остальные слова я правильно говорю я смеялась думаю уже поздно я если бы все хорошо говорила вот это слово накид или накид или что да а так я все неправильно говорю извините вот этот накидом когда я делала укороченный ряда спицами все равно кое-какие дырки получились у меня потом немецкий как научилась уже все и теперь здесь буду сидеть думать думать если что-то додумаю сама что-то придумаю я вам скажу вот одну фишку я вам сказала что вот это последние кромочные делают так конечно может это чуть-чуть мутно чем быстро туда-обратно что делать меня результат так нравится больше чем вот так вот все равно она увидится под этот вес вот мои хорошие хотела это показать что первый блин комом но всегда выход есть мне кажется бежите как я бежите еще лучше всем пока до новых встреч